Может и так видео записать? Вообще будет сказка. Ребята, всем привет! Вы, наверное, из названия видео догадались, почему я сейчас в шапке. Потому что сегодня речь пойдет о проработке мышц шеи. А любой способ тренировки, какой бы мы ни выбрали, будь то работа с собственным сопротивлением, либо с дополнительным отягощением в шлеме, либо с собственным весом тела, в любом случае, работа в шапке на мышцы шеи дается более комфортно. Все мы прекрасно знаем, что шею тренировать нужно. Но мало кто уделяет этому должное внимание. Вот давайте сейчас по-честному в комментариях напишите, вы тренируете шею или нет. Или даже можете указать объем своей шеи, если вам есть чем похвастаться. Мы за вас порадуемся искренне. Так вот, казалось бы, шею тренировать нужно. Прежде всего, для того, чтобы иметь возможность за счет крепкой шеи погасить пропущенный удар. Это, когда мы боксом занимались, было очевидно. Достаточно было посмотреть на шею Тайсона, все становилось на свои места. Все сразу дружно становились и начинали качать шею. Отчасти это так. В шутку мы говорили о том, что дятел не получает сотрясение, потому что он работает всем корпусом. И поэтому хотели укрепить шею, чтобы в момент получения удара нагрузка рассеивалась вплоть до всего тела. Также шея очень важна для боксеров, ой, для борцов, ребята. Про боксеров я уже сказал. Борцы, проводя разные заломы, захваты, подвержены удушающим воздействием на шею и стрессовой нагрузке. Можно встрять головой в корпус, в татами. Любые ситуации могут быть непредсказуемы. И шея должна в таких форс-мажорных ситуациях вести себя адекватно. Адекватно она должна нормально справляться с нагрузкой. Поэтому шею нужно тренировать. Но даже если, дай бог каждому, чтобы вы не попали в такую неприятную ситуацию, когда нагрузка должна распределяться по всему телу через шею, то есть пропускать удар никому не желаю, никому не желаю встревать головой в пол. Но даже в повседневной жизни, когда мы сидим за компьютером целый день, либо втыкаем в телефон, мы волей-неволей пережимаем себе шею. Мы не даем возможности нормально циркулировать крови. Отсюда у нас могут быть головные боли. Отсюда у нас могут быть более серьезные последствия. И, собственно говоря, для того, чтобы в повседневной жизни вы себя чувствовали нормально, тренировке мышц шеи нужно уделять внимание. Потому что чем выше в позвоночнике происходит какое-то ущемление нервов, возможно, либо смещение диска, тем более разрушающие воздействия оказываются на весь организм. Поэтому, казалось бы, шею тренировать должен каждый. Но это, увы, не происходит. Если говорить о способах тренировки шеи, то я хотел бы выделить на три группы их разбить. Причем эти виды тренировок можно совмещать даже в одной тренировке. Естественно, нужно, перед тем, как приступать к тренировке шеи, провести тщательную разминку. Потому что, если не будет произведена разминка, опять же, не дай бог какое-то ущемление, и с этим очень сложно будет справиться. Возможно, очень серьезные последствия, я напоминаю. Поэтому, прежде всего, разминка. Растяжка определенная. Вы можете в сторону потянуть, в одну, в другую, выполнить наклоны. Вот сейчас она даже у меня прохрустела. Как раз разминочка пошла. И сделать движения. Невысокие, невысокая амплитуда, вращательные движения. Пол оборота впереди, пол оборота сзади. Когда шея хорошо размята, можно приступать к первому комплексу, который представляет из себя работу на самосопротивление. Вы можете упираться головой в руку и прожимать. Также может производить такое же воздействие напарник. Еще будет лучше, вы не будете отвлекаться на работу других мышечных групп. И таким образом вы сможете проработаться. Продолжение этого способа, это работа с дополнительным весом. Вы можете на голову положить блин, либо какое-то дополнительное отягощение, и выполнять подъем. Шея любит большое количество повторений, потому что там мелкие мышечные волокна, и стрессовую нагрузку большую давать не нужно. Также хорошо для шеи использовать статическую нагрузку. Это если вы просто уперлись, и головой упираетесь в какой-то неподвижный предмет. Вплоть до того, что просто даже лбом в стену. Это тоже будет очень хорошо для связок, и не будет никакой стрессовой нагрузки. Следующий способ в продолжении, это работа в шлеме. В шлеме, потому что там тоже есть возможность потихонечку добавлять отягощение, потому что постепенность нагрузок роста, она как раз предостережет вас от получения травм, и даст в долгосрочной перспективе хорошие результаты. Это второй способ, шлем. И третий способ, это работа собственным весом тела. Это мосты. Это различные борцовские мосты, но выполнять их нужно очень осторожно. Сначала ассистировать себе руками. Если получается уже вы чувствуете уверенность в том, что шея справится с нагрузкой, можете уже руки убирать и прокачивать шею. Шею в основном прокачивать я посоветовал бы вам наклонами вперед, отклонениями назад, в сторону в одну, в сторону в другую. Всякие вращающие действия, они особой пользы для укрепления мышц шеи не принесут, но повышается риск травмы. Также не стоит забывать, что трапеция составляет немалый объем. Если замерять шею, то трапеция составит немалый объем, потому что она крепится вот здесь аж вверху нашего черепка. И если мы развиваем, прошу прощения, если мы развиваем трапецию, то мы также укрепляем тем самым шею. В общем, ребята, давайте. Пишите в комментариях, кто тренирует шею и какими способами. Возможно, вы подскажете еще какие-то варианты. Я запишу обязательно еще видео на эту тему, потому что шея имеет достаточно много степеней свободы. И сейчас с ростом индустрии спорта и фитнеса куча приспособлений существует. Можно качать шею с резиной, можно качать шею, как я уже говорил, с шлемом, можно взять полотенце в зубы. То есть вариантов на самом деле очень много. Пишите, какие варианты для вас самые действенные. Я думаю, вам это видео будет полезно. И полезно будет посмотреть также тем ребятам, которые тренируются, либо планируют заняться. Пускай обязательно включают программу тренировок, тренировку мышц шеи. А для этого делимся этим видео, ставим лайки. Не забываем нажимать на колокольчик, потому что таким образом вы сможете получать регулярно оповещения о новых видео и не пропустить. Я буду стараться делать более интересный контент с каждым разом. Все больше и больше вас вовлекать в тренировки силачей прошлого, которые меня на стене постоянно мотивируют. А на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.